Главная новость. На космодроме Байконур произошла авария при запуске корабля «Союз», который должен был доставить на МКС экипаж из двух человек — россиянина и американца. Самое важное — оба живы и чувствуют себя нормально. ЧП случилось после двух минут полёта. Возвращаться на Землю Алексею Овчинину и Нику Хейгу пришлось в экстренном режиме. Благо, система безопасности сработала должным образом. С места событий репортаж Дмитрия Зайцева. Что именно произошло на борту «Союза МС-10» ещё предстоит установить, но, согласно неподтверждённым данным, авария произошла при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. «Союз» стартовал с первой площадки космодрома Байконур в 11.40 по московскому времени. На борту были россиянин Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Корабль направлялся к МКС. Вначале всё шло по плану, но возникла внештатная ситуация. Именно в это время прервалась видеотрансляция. Система аварийного спасения отстрелила капсулу с космонавтами. Она перешла в режим так называемого баллистического спуска. Перегрузки, которые при этом испытывает экипаж, достигают 6G. Как говорят специалисты, это не критичная величина. На тренировках космонавты отрабатывают куда большие перегрузки до 10G и даже 12G. Уже оказавшись на земле, экипаж сам вышел на связь. Это позволило оперативно определить место падения. Туда сразу же были направлены вертолёты с военными парашютистами и спасателями. Вместе с ними на место вылетел и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он присутствовал на Байконуре во время запуска. Спасательная капсула потерпевшего аварию Союза МС-10 приземлилась в 25 километрах от населённого пункта Жесказган. Это почти 450 километров от Байконура. Как стало известно, а уже непосредственно на самом Жесказгане после первичного осмотра состояние здоровья космонавтов удовлетворительное. И скоро их отправят на обследование на Байконур. Как стало известно, чуть позже состояние экипажа не требует специальной госпитализации. Но всё же необходимо провести полное обследование. Роскосмос после аварии создал специальную комиссию. Она сейчас изучает данные телеметрии. Будет также проверено предприятие, где произвели потерпевшую крушение ракету «Союз-ФГ». Пуски таких ракет будут приостановлены. Всю информацию о связи с аварией докладывают президенту России. Данные предоставит и НАСА, поскольку на борту Союза был американский астронавт. Что касается МКС, там об аварии уже знают. У экипажа достаточно запасов, и сегодняшнее ЧП на работу станции не повлияет. Дмитрий Зайцев, Игорь Крецков и Григорий Емельянов. Первый канал. Мы возвращаемся к главной теме. Вот первые кадры космонавтов на Земле. Практически сразу после приземления в казахстанской степи. Алексей Овчинин и Ник Хейг чувствуют себя нормально. Конечно, насколько это можно говорить после тех испытаний, что им пришлось преодолеть. Одни перегрузки достигали шестиже. Это, конечно, не критично для тех, кто прошел соответствующую подготовку. Но все же в настоящее время вертолетами их перевозят с места посадки, спускаемого аппарата на Байконур. Врачи проведут тщательное обследование, затем путь в центр подготовки космонавтов в звездном городке под Москвой.